У российской экономики есть запас прочности, убежден глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. По его словам, несмотря на снижение нефтяных цен, пересматривать бюджетные параметры не нужно. Глава Банка России Эльвира Набиулина считает, российская экономика сохранит стабильность, а инфляция начнет замедляться со второго квартала 2015 года. И уже ко второму полугодию возможно смягчение денежно-кредитной политики. Сегодня предлагаю рассмотреть, как такие прогнозы сочетаются с нашими региональными планами. Тем более повод особо важный. Бюджет на 2015 год принят. Это первое правительство. Я Наталья Пехтерева. Здравствуйте. Не будет лишним напомнить, что правительству Российской Федерации и регионам, в том числе и нашему, пришлось верстать бюджеты в сложных обстоятельствах. Замедление темпов экономического роста, введение антироссийских санкций. Об этом давно и долго говорят федеральные СМИ. Мы же сегодня проведем небольшую ретроспективу и заглянем вперед. Итак, разработка бюджета области началась еще летом. 31 октября главный финдокумент был принят в первом чтении. А спустя еще месяц, во втором. 28 ноября, после внесения поправок за бюджет области на 2015 год и плановый период двух последующих, проголосовали все региональные парламентарии, присутствовавшие на заседании облсовета. Такая консолидация говорит о многом. В частности, о том, что законодательная и исполнительная власть не только слышат друг друга. Согласитесь, это очень важно. Но эффективно работают бок о бок. Итог, если в цифровом эквиваленте, то бюджет 2015 года выглядит вот так. Общий объем доходов регионального бюджета прогнозируется в сумме 24 миллиарда 369 миллионов рублей. Совокупные расходы казны в размере 26 миллиардов 826 миллионов рублей. Дефицит бюджета сложится на уровне 2 миллиардов 456 миллионов рублей. Я очень благодарен областному совету. Были споры, были достаточно хорошие деловые дебаты. Но во всем нашли мы понимание. И публичные слушания провели. И вот постоянная, совместная, абсолютно дружная, без каких-либо приукраса работа с областным советом, лично с Леонидом Семеновичем Музырецким. Бюджет – это живой документ, говорили областные экономисты еще на стадии его формирования. Также его с полным правом можно назвать честным. Руководство области не раз заявляло, что формирует главный финдокумент, опираясь только на реальные данные, без учета абстрактных цифр и неподтвержденных соглашений с федеральным центром. Так что, судя по всему, сегодняшний вариант не конечный. В течение года будут вноситься поправки. Мы в достаточно серьезной зависимости, в абсолютной зависимости на сегодняшний день находимся от структуры федерального бюджета. Поэтому сегодня вот эти деньги, которые мы добавляем по медицинскому страхованию, это прежде всего деньги, которые у нас появились за счет перекредитования коммерческих кредитов на бюджетные кредиты. И это нам позволяет ситуацию данную исправить. Надеюсь, что по течению 2015 года у нас также будут дополнительные финансовые средства с федерального бюджета, и мы будем их вносить в наш региональный бюджет. Кстати, ко второму чтению некоторые статьи расходов уже были скорректированы. Вот и примеры. Увеличение объема средств на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований области с 1 миллиона 600 тысяч рублей до 10 миллионов 600 тысяч рублей на развитие спорта, высших достижений и подготовку спортивного резерва с 4 миллионов 200 тысяч рублей до 10 миллионов 200 тысяч рублей на грантовую поддержку общественных организаций с 8 миллионов рублей до 10 миллионов рублей. Те программы, которые были именно как социальные, мы не только сокращаем финансирование, а наоборот, в порядке где-то около 59 миллионов увеличиваем. Эти денежные средства предусмотрели в будущем бюджете. Кардинально будем менять политику по сельскому хозяйству. Финансирование по вопросам сельского хозяйства мы будем увеличивать в течение 2015 года. То, что сегодня прописано, это недостаточно для реализации той программы, которая прописана в развитии Орловской области 14-24. Чтобы вы были к этому готовы. Поэтому на сегодняшний день у нас идут очень серьезные переговоры на уровне Министерства сельского хозяйства. И думаю, что мы к хорошему результату подойдем. Тем более, что у нас достаточно серьезные, якорные появляются инвесторы в вопросах сельского хозяйства. Именно переработки той продукции, которую производит наши товары сельхозпроизводители. Что ж, аграрии, внимание, финансовое подкрепление вполне заслужили. Как-никак ударно потрудились, принеся в копилку области рекордные показатели. 3 миллиона тонн зерна, как тут не вспомнить. Но сейчас и в другом. В структуре расходов областного бюджета затраты социального характера составляют почти 70%. Прирост к уровню текущего года почти 10%. Чем угодно мы могли бы жертвовать в этом бюджете, кроме социальной направленности. Вот на это у нас права нет. Не какие-то майские указы, потому что, я еще раз говорю, 68%, если вы посмотрите, это повышение уровня заработной платы социальным работникам, прежде всего врачи, преподаватели, вся социальная группа. Мы не имеем права эти указы не выполнять. Приоритет развития региона один. Обеспечение сбалансированности бюджета, обеспечение растущей экономики, обеспечение устойчивой промышленности, устойчивого сельского хозяйства и, безусловно, удовлетворение потребностей населения. А что на сегодняшний день необходимо? Чтобы была хорошая зарплата, чтобы можно было воспользоваться качественными коммунальными транспортными услугами, купить качественные продукты в магазинах. Считаю, будет неправильно, если сегодня мы не затронем еще одну тему. Процедура затягивания поясов ждет чиновников. Губернатор Вадим Потомский не раз подчеркивал, необходимо принять меры по оптимизации расходов на управленческий аппарат как на уровне региона, так и муниципальных образований. Вот что сказал глава области на недавней пресс-конференции. Я не хочу никого расстраивать перед Новым годом. Тем не менее, я это говорю. У нас будет достаточно существенное сокращение численности. Государственных служащих, которые получают заработную плату в Орловской области. Обязательно буду рекомендовать это делать и в городской администрации. Вот в обязательном порядке. Потому что сказать, что город Орел намного увеличился, я это сказать не могу. Так скажем, в лучшие времена в городской администрации, я сейчас определенные архивные моменты поднимаю и смотрю, кто как работал, до 400 человек работало. Сегодня за 700. Кстати, губернатор говорил, что все эффективные специалисты найдут себе применение. Мы же спросили у орловчан, что они думают по поводу курса правительства на оптимизацию расходов на штат чиновников. Надо сокращать. Правильно, много развелось. Чиновник может один в городе командовать, а не 10 человек. Никто некомпетентен. Они сидят, только занимают свои кресла. Вот именно. Ну, какие-то структуры у нас практически ничего не работает нигде по районам. И нужно, наверное, вместо них что-то такое, которое будет приносить более пользу, наверное, для государства, для города. Губернатор ведет политику правильную. Правильную политику. Пускай сокращается. Ну, а какой результат от этого будет? Посмотрим, поживем, увидим. Вот такие мнения. А теперь предлагаю снова вернуться к планам на будущий год. По словам губернатора, среди главных задач, наряду с неукоснительным выполнением социальных обязательств, недопущение спада производства, модернизация, повышение конкурентноспособности предприятия региона. Что касается инвестиционных проектов, то опасаться за их реализацию не стоит. Считают в правительстве региона. Пересмотр тех ранее озвученных инвестиционных проектов на сегодняшний день не происходит в глобальном смысле. Наоборот, мы сейчас плотно работаем по нескольким основным направлениям, которые заключаются в переработке сельскохозяйственной продукции, в развитии строительной индустрии. И учитывая, что нам одобрили создание на территории региона кластера приборостроения и средств коммуникации в этом направлении. Об инвестиционном потенциале региона я предлагаю вам поговорить отдельно в одном из выпусков нашей программы. Тем более, что есть что обсудить. А впереди вас ждет обзор событий и наша традиционная рубрика интервью. Прошу не уходить от экранов родителей старшеклассников и педагогов. Наш собеседник Ирина Проваленкова, начальник управления образования области. Первый день декабря «Орел» присоединился к акции в честь городов воинской славы. Среди мероприятий запуск воздушных шаров, символика георгиевской ленты и церемония возложения цветов к стелле. Орел, безусловно, это один из мощнейших городов, исторических городов, который в Великой Отечественной войне, именно здесь, на Орловщине, произошел коренной перелом. И для нас это святыня, понимаете. И в канун праздника 70-летия мы, конечно, к этому подойдем с должным вниманием, несколько все переделаем, сделаем это более современно. Орловская область получит дополнительно почти 90 миллионов рублей на развитие растеневодства. Распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. До конца года деньги поступят в казну области. За счет перераспределения федеральных средств нашему региону будет предоставлено более 313 миллионов рублей субсидий на поддержку сельского хозяйства. Для ЗАО «Орлекс» найден инвестор. Орловский бизнесмен Олег Карпиков будет заниматься обновлением предприятия. Уже с 20 декабря начнется перевод работников на новое предприятие. Достигнута договоренность о том, что мы будем работать, чтобы сохранилась на новом юридическом лице именно торговая марка, которая уже всем известна, самого предприятия. Выпускникам 2015 года придется сдавать ЕГЭ по новым правилам. Подробности мы узнали у руководителя управления образования области Ирины Проваленковой. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Здравствуйте. Новость последних дней, которая сейчас активно обсуждается. Президент России Владимир Путин распорядился повысить минимальный балл единого государственного экзамена, который необходим для поступления в ВУЗ. С чем это связано? Безусловно, это поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, правительству Российской Федерации является необходимой мерой. Это актуальный ответ на вызов времени. Основная цель, которую преследует это поручение, это повышение качества подготовки в высших учебных заведениях, тех специалистов, которые готовят ВУЗы, повышение авторитета, престижа высшего образования. И здесь то поручение, которое сегодня дано, это не только повышение минимального балла единого государственного экзамена по всем общеобразовательным предметам при приеме ВУЗы, но и их дифференциация в зависимости от направления подготовки и специальности. Основная задача – это осуществить прием на соответствующее направление подготовки и специальности наиболее способных, наиболее подготовленных лиц, для того, чтобы по итогам обучения в высшем учебном заведении получить высококачественного специалиста. В Рособорнадзоре, опираясь на федеральные показатели, говорят, что уровень сдачи ЕГЭ все-таки не такой высокий, как хотелось бы, даже ниже, чем раньше. Чем мы можем похвастаться? Вы ли довольны результатами прошлого года? Позиция Рособорнадзора и Министерства образования и науки РФ в настоящее время такова, что некорректно сравнивать результаты ЕГЭ 2014 года с предыдущими годами. Если говорить о результатах ЕГЭ в 2014 году, то они максимально объективны, ЕГЭ проходил честно, и эти результаты отражают реальную картину подготовки выпускников по всем общеобразовательным предметам. Если говорить о тех результатах, которые получены у нас в регионе, то средний балл ЕГЭ по таким предметам, как русский язык, математика, химия, биология, литература, общество знания, информатика, информационно-коммуникационные технологии, английский язык выше, чем средний тестовый балл по этим предметам по Российской Федерации в целом. Но, безусловно, мы отмечаем незначительную разницу в сторону уменьшения, и тем не менее мы ее констатируем по таким предметам по среднему тестовому баллу, как география, физика, немецкий язык и французский язык. И, безусловно, это первоочередные задачи, которые мы будем решать при подготовке к итоговой государственной аттестации 2015 года – это улучшение результатов ЕГЭ по этим предметам. Вот ЕГЭ уже не за горами, ЕГЭ будущего года. Какие нас ждут новшества, какие изменения будут? Если мы говорим о инновациях этого года, то, во-первых, у нас в соответствии с концепцией развития математического образования, экзамен по математике разделен на два уровня. Это базовый уровень и профильный уровень. Базовый уровень влияет на получение аттестата и оценивается по пятибальной шкале. Профильный уровень оценивается по стобальной шкале. Минимальный порог по математике в этом году установлен на настоящее время 27 баллов. И необходим при поступлении в те вузы в перечне вступительных испытаний, в которых на направлении подготовки специальности указана математика как вступительный экзамен. И в настоящее время мы рекомендуем нашим выпускникам текущего года заявлять базовые и профильные уровни по математике для сдачи. Они будут проводиться в разные дни. А что входит в базовые, что в профильные уровни, и когда их сдают? В разные дни сразу же, как все происходит? Базовый уровень – это математика для жизни. А профильный уровень – это тот же единый государственный экзамен по математике, который был в прошлом году. Он не отличается по уровню сложности от ЕГЭ по математике 2014 года. Сдают их в разные дни, но пересдать можно только базовый уровень. И, соответственно, если вы хотите поступать в вуз, расширить возможности выбора профессии в будущем, то профильный уровень поможет вам, позволит это сделать. Иностранные языки – тоже изменения в этом году какие? В этом году в экзамен по иностранному языку у нас добавлена устная часть – говорение. То есть экзамен состоит из двух частей – письменная часть и устная часть, которые будут также сдаваться в разные дни. Если выпускник текущего года имеет желание получить максимальный результат по иностранному языку, то он должен выбирать и письменную часть, которая оценивается максимально в 80 баллов, и устную часть, которая оценивается максимально в 20 баллов. 12 ноября текущего года у нас была проведена апробация в Орловской области сдачи устной части по иностранному языку. Она прошла успешно. И мы уже видим сегодня, что те выпускники, которые будут выбирать иностранный язык в качестве предмета по выбору, готовы к его сдаче. Еще одно новшество, которое предлагаю вам сегодня обсудить – это сочинение «Оно снова входит в жизнь школьников». Что здесь нового? Действительно, в соответствии с тем поручением, которое было дано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, правительству Российской Федерации в декабре 2013 года, сегодня в наши школы вернулось итоговое сочинение. Для ребят, которые имеют ограниченные возможности здоровья для детей-инвалидов, это итоговое изложение. Ирина Валерьевна, а будет ли учитываться результат сочинения при поступлении в ВУЗ? Да, в этом году все ВУЗы Российской Федерации имеют возможность учитывать результаты сочинения как результаты индивидуальных достижений поступающих при приеме в высшие учебные заведения. По желанию поступающего ВУЗ запрашивает из базы данных сочинение, проверяет его и оценивает по 10-бальной шкале. Таким образом, каждый поступающий имеет возможность добавить к своим результатам ЕГЭ еще 10 баллов. Наверняка все идет к тому, что в скором будущем это будет обязательный экзамен, так мне кажется. Какие еще новшества будут в этом году? Я знаю, что с видеонаблюдением за ЕГЭ тоже внесены какие-то коррективы. Но действительно, основные изменения, которые коснулись ЕГЭ 2014 года, касались его процедуры. Это металлодетекторы на входе в пункты проведения экзамена и системы видеонаблюдения, которые были оборудованы все пункты проведения ЕГЭ. У нас было 33 основных пункта сдачи ЕГЭ в 2014 году. Из этих 33 пунктов система видеонаблюдения в режиме онлайн была в 8 пунктах. Основная инновация техническая 2015 года – это то, что система видеонаблюдения с трансляцией в сеть интернет, когда онлайн-видеонаблюдатели могут смотреть за тем, как проходит экзамен в той или иной аудитории в любом регионе Российской Федерации, у нас будет расширено. 80% пунктов – это 27 пунктов проведения ЕГЭ в 2015 году будут оборудованы системой онлайн-видеонаблюдения. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски смотрите на сайте телеканала «Первый областной». Всего доброго. Продолжение следует...